Вы слушаете канал жаж.клаб. Древний Египет. Начало и особенности второй династии фараонов Древнего Египта с его первым правителем Хатепсихемуи. Загадку того, каким образом и почему в Древнем Египте закончилась первая династия фараонов, и началась вторая, ученым до сих пор не удалось разгадать до конца. Ясно только, что этот переход не обошелся без борьбы за трон. Традиции второй династии Хатепсихемуи, живший в 30 веке до н.э. был первым фараоном, принадлежавшим ко второй династии. В начале второй династии имени фараона придавалось философское значение. Настоящее имя, данное при рождении, заменялось на имя царя, принятого только после восхождения на престол. Имя Хатепсихемуи, данное ему при рождении, неизвестно. В некрополе Абидоса находится список 75 фараонов, начиная с первой династии. В этом списке рядом с именем Хатепсихемуи стоит имя Биджау. Но неизвестно, было ли это его настоящим именем, потому что оно переводится как «литейщик металла». При Хатепсихемуи неожиданно и по неизвестной причине прекратилось использование табличек из слоновой кости. Последняя табличка была найдена в гробнице его предшественника Као. То обстоятельство, что имя Хатепсихемуи встречается в гробнице Као в Уммэмэль-Кааби, подтверждает то, что между двумя династиями тенитов, жителей города Тьени, находящегося недалеко от некрополя Абидоса, не было решения о преемственности. Тьени был столицей Верхнего Египта еще при правлении фараона гора Скорпиона двух из нулевой династий и был городом, откуда произошли первые египетские династии, называемые тенитами. Во времена первой династии столицу перенесли в Мемфис, но Тьени все еще оставался важным городом, как символ происхождения первых правителей. Культы новых богов при Хатепсихемуи известно, что во время правления Хатепсихемуи в Бубастисе произошла какая-то природная катастрофа, унесшая жизни многих египтян. Так как Бубастис находится в сейсмической зоне, можно предположить, что это было землетрясение. Бубастис был центром культа богини Бастет и располагался примерно на месте современного города Загазит. Примерно со второй династии, то есть с правления Хатепсихемуи, начался культ Бастет, богини войны, которую изображали в виде кошки. Она была также богиней рождения, плодородия, женщин, кошек и дома, одним из самых важных божеств в Древнем Египте. Надписи на глиняных печатях в гробницах Хатепсихемуи повествуют, что он основал недалеко от Тиниса новую резиденцию Хорха. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб